Здравствуйте! В первой части данной рубрики, которую вы сможете найти по ссылке в описании, речь шла про подготовительный этап, где мы определяли реальные потребности, реальные желания, а в этой второй части уже хочется больше поговорить про конкретику, про выбор каких-то определенных, неважно, наушников, ЦАП-усилителей, колонок и так далее. Я прекрасно понимаю, что у очень многих из вас нет возможности физической послушать какие-то наушники, какие-то плееры, но и одновременно с тем я в комментариях практически никогда не даю какой-то конкретики. И для всего этого есть две основные причины. Во-первых, восприятие музыки нами очень и очень пластично, то есть в разные периоды времени нам может нравиться совершенно разное звучание. На простом примере, который когда-то уже приводил, коротко, в 2015 году я послушал аудиотехника M50X, мне они совершенно не понравились. В 2018, когда я тестировал Hi-Fi Player Fio M7, послушал их снова, и мне они уже очень сильно понравились, то есть мнение было абсолютно противоположным, мне нравилось в них все. И сейчас, в 2022 году, я понимаю, что это достаточно специфические, но интересные наушники, которые вполне оправданно находят своих почитателей, своих слушателей. И вторая причина, тут даже как такой пункт, почему бы просто не убрать какие-то модели, которые, откровенно говоря, плохие, и просто помочь в выборе отсечь какие-то лишние модели. И с этим тоже проблема, потому что я для себя понимаю, что есть модели, наушников, плееров, которые очень сильно уступают своим конкурентам, и это не связано с подачей, с тем, что там недостаточно каких-то частот, либо же еще что-то. А в том, что они конкретно по основным параметрам, там по той же детальности, по проработке краев частотного диапазона, по скоростным характеристикам, значительно хуже своих конкурентов. Но и одновременно с тем я понимаю, что часто где-то в комментариях, в местах, которые связаны с общением по аудиофизской тематике, встречаются мнения, мол, я переслушал кучу всего хороших каких-то моделей, услышал вот эти, условно плохие, и все, я обрел свое счастье, мне они понравились, и вот с легкостью уже купил тот товар, который мне нравится. То есть даже отмести что-то как точно лишнее не получается, потому что и у этих товаров есть какие-то свои слушатели. И тогда уже возникает вопрос, ну хорошо, что делать в таком случае? И здесь есть опять-таки тоже два варианта, два пути. Первый вариант это начать изучать самостоятельно в основную техническую составляющую, то есть изучать как устроены те же хай-фай-плееры, что установлено в том или ином ЦАП-усилителе, изучать те же графики, что означают какие-то определенные цифры, понятия и так далее. И в этом плане появилась очень полезная рубрика у Михаила Грекова, где он вместе с специалистами, с инженерами вот конкретно подробно разбирается. К примеру, вышло видео, где два ЦАП-усилителя схожих по стоимости, и их сравнивают между собой, кто из них сделан технически более правильно, где используются лучшие компоненты, где больше каких-то ошибок и удешевлений. И с одной стороны это очень полезно. Я понимаю, что конкретно то видео от Грекова нужно смотреть дважды для того, чтобы полноценно усвоить всю эту информацию. Там просто ее очень и очень много действительно полезного. И это тоже важно, это тоже важно понимать, знать, чтобы ориентироваться в это. Но и одновременно с тем я понимаю, что далеко не всегда более качественное звучание, более правильное с точки зрения какого-то условного идеала понравится, далеко не всегда идеальное звучание понравится больше, чем не идеальное. Все равно вкусовщина имеет огромное значение, и в разное время даже у одного и того же человека она может проявляться совершенно по-разному. Поэтому даже если вы будете знать, что вот такой один ЦАП-усилитель значительно лучше с технической точки зрения, чем другой, это абсолютно не значит, что тот, который сделан хуже, вам понравится меньше. То есть может быть в точности до наоборот. Такое встречается, это абсолютно нормально. И есть другой вариант, который тоже достаточно скользкий, не совсем правильный, не совсем точный, но опять-таки те же обзоры, видео впечатления. Я их выделяю сейчас уже отдельно от просто форумов, каких-то отзывов по определенной причине. И заключается она в том, что когда вы слушаете какого-то конкретного человека на протяжении времени, вы знаете, насколько совпадает у вас с ним впечатление, насколько совпадает слух, и уже слушая про какую-то новую модель, вы понимаете, как она будет приблизительно звучать. То есть даже, ну почему даже? Просто я понимаю, что нравится тому же Port of Eye, я понимаю его какие-то некоторые особенности в описании звучания, что он подразумевает под всеми иеринными терминами, и насколько мы схожи. То есть уже смотря какое-то его видео по незнакомому мне товару, я уже могу составить около впечатления, понимания, по крайней мере, что он из себя представляет, этот товар. То есть, в принципе, с тем же Михаилом Грековым схожая ситуация. Я понимаю, что ему нравится, то есть, что он считает хорошим звучанием, его такие основные базовые вещи. И поэтому мне проще уже ориентироваться в его видео, понимать... Видеоох? В его видео и понимать, что из себя может представлять тот или иной товар. И это тоже не совсем правильно, потому что для того, чтобы научиться все это распознавать, для того, чтобы научиться слышать между строк, нужен уже какой-то опыт, нужно пройти какой-то путь. И, собственно, сама рубрика называется «Аудиофийский путь», потому что это именно путь, то есть, по которому вы должны идти, развиваться и приходить к верным именно для себя выводам, понимать что-то. То есть, каких-то путей читерских, чтобы... А вот можно сделать вот так, вот так, вот так, и тогда все. Без всего этого гемора я найду то, что мне нравится. Никто вам этого не подскажет. И почему я как раз-таки выделил обзоры, впечатления от того же форума, потому что я понимаю, что когда я смотрю конкретного человека, я знаю его какой-то бэкап, я знаю его представление о звуке, представляю его слух. Когда мы читаем что-то на форумах, то это абсолютно ноунейм люди, которые тоже со своим опытом, большим или совсем небольшим, со своими всякими загонами специфическими восприятиями и так далее. То есть верить этому, ну, совершенно уже не хочется, не говоря о том, сколько там всякой дичи звучит, из которой можно составлять мемную книгу в трех томах, не знаю. И оттуда же идет как раз-таки все вот эти вот шуточки, связанные с аудиофилией, о том, что как звучат определенные флешки, как правильно подключать кабель, на какой его вести, там, не знаю, подставки, обвязки и все остальное. То есть это то, что приходит к нам оттуда, из форума. То есть те люди, которым вы доверяете, которых вы смотрите, которые разбираются во всем этом хотя бы как-то, они вот такой дичи не несут. И это тоже обидно, потому что аудиофилия уже связывается с чем-то, ну, вот этим вот таким неадекватным. Ну, все, пошел там, небось, вырезать из дерева, срубленного в полнолунии определенной пилой, подставочку для своих колонок, чтобы они защищали от гидровибраций непонятно чего. Ну, вы понимаете, то есть уже какая-то начинается нездоровая тема. Хотя по факту аудиофилия это просто как одно из направлений, своеобразная наука, я сказал бы, которую все-таки просто так не изучить. И, к сожалению, какими-то характеристиками, какими-то графиками, замерами и прочим, тоже очень сложно понять. Поэтому, подводя какие-то общие выводы по этому видео, да, это, если вы хотите получить действительно хороший результат, то вам придется изучать, придется понимать какие-то основы, составлять свое личное мнение, то есть при этом слушая много разных наушников, усилителей, там, неважно, к чему вы стремитесь. И только тогда вы уже сможете не просто на ощупь это делать, а уже что-то понемножечку понимать. То есть, ага, все, то есть я вот купил себе наушники TRN-VX, мне они не понравились на высоких, там пилят. Я вот посмотрел на видео от этого человека, вот он как раз-таки говорил, а, это Piki у нас называется, ну, грубо говоря. Вот, и все, вы уже начинаете в этом разбираться чуть больше, и уже можете ориентироваться и помочь самому себе выбрать какие-то подходящие модели. То, что уходят затраты денежные, я прекрасно понимаю, что это есть, это неизбежно, другое дело, как вы к этому подходите. То есть я часто слышу о том, что люди там покупают себе наушники из одного сегмента, там, пускай около бюджетные, там, 30, 40, 50 долларов, ну, сразу же там штук 8, ну, вот, и все, и хранят их. Вот, вот, пускай и будет там под разные настроения. Это их дело, я не хочу ни в коем случае осуждать за это, но можно это делать более рационально, более грамотно, взвешенно и обдуманно. Вот, поэтому с этой частью буду загругляться, и я понимаю, что финальная часть, то есть везде, где есть начало, есть какой-то конец. Конец аудиофильского пути, он такой немножечко, не то чтобы непредсказуемый, он, скорее всего, выглядит не так, как вы его себе представляете. Это интересно, и об этом тоже обязательно расскажу в дальнейшем. А пока что вы можете писать свои какие-то заметки, свои мнения, свои мысли по этому поводу, как может развиваться аудиофил, как может, по какому пути стоит идти для того, чтобы это было с наименьшими затратами по времени, по своим силам, по всему остальному. И вот все, теперь закругляюсь. Вам большое спасибо за просмотр, счастья, здоровья и до скорых встреч.